В чем мы сюда пришли? И в чем мы сюда пришли? С чем мы сюда пришли? Вообще, я знаю, что работать перед публикой просто со сцены, с театральной, с любой, и работать перед камерой ужасно сложно. Перед камерой есть затык. Почему? Не понимаю. И хотелось бы это понять и в идеале снять этот блок. Я тоже от смущаюсь. Отмечает меня выход защиты в смену от городской хода. Ну, да. Ну, я думаю, что мы постепенно чуть-чуть провоким к этой камере, и, может быть, это будет такой тренинг, что называется. Хорошо. А с чем бы ты хотел уйти отсюда? С освобождением боязни вот этого у нас камера. Я слышала от своих знакомых, что можно очень много проблем в каких-то своей жизни, которые не решаются другими практиками, решить с помощью гештарта. Меня зовут Владимир. Имею диплом психолога. И, может, я работаю психологом. А с чем я уже уду шариком? Я вот там в бассейне нашел шарик. С шариком. Хорошо. Спасибо. Меня зовут Даша. Ну, я, честно сказать, даже не знала. Знала, что гештарт, но не знаю, какая тема. Но я со своим пришла запросом. Так уже подходит к концу фестиваль. То хочется то, что здесь произошло, то, что получено. Ну, вот как его привезти домой и там, чтобы это не распылилось. Ну, такой запрос, скажем. Ну, хочется это состояние, как его правильно довести и сохранить, скажем так. Или развить потом. Чтобы развить, надо сохранить. Ну, вот так вот. С чем хочу уйти? Ну, с новым опытом в любом случае хочется уйти. Ну, я думаю, взаимодействие. То, что приходит первая камера. Меня зовут Дима. Я был на первой части театра. И то, что это будет сниматься тут, было неожиданностью. Я думал, я буду очень сильно смещаться камерой. Я не смогу сказать вообще ничего. Но по ходу процесса получилось намного лучше, чем ее пытаться ожидать. И сегодня это, наверное, контрольный выстрел. Общение на камере. А что вы хотели идти? Ну, наверное, с какой-то уверенностью. Меня зовут Андрей. Очень интересная такая форма, не знаю, работы, терапии. Я не знаю, что это. Ну, я на тебя пришел, да. На самом деле, я просто хочу здесь побыть собой. То, что здесь будет происходить, это не только цель для того, чтобы уйти с тем, что у меня остается. Но и сам по себе процесс – это тоже цель. Я хочу уйти с хорошим настроением. В этой трилогии мы исследуем способы перерывания контакта. Когда мы взаимодействуем с другими людьми, когда мы взаимодействуем с окружающим миром, и когда мы взаимодействуем сами с собой. Каким образом это происходит? Согласно теории Гештальта, существует несколько видов перерывания контакта. Это, в частности, интроекции. То, что у нас сидит в голове, не критически переработанные, заранее установки предупреждений и так далее. Мы это рассматривали на нашей первой встрече. Сегодня мне бы хотелось поисследовать проекцию. Мы все время свой внутренний мир проекцируем на внешний. Если говорить совсем уже утрированно, внешний мир для нас представляет некий такой белый холст полотна, на котором мы проекцируем свое внутреннее кино, свои внутренние фигуры, свое внутреннее содержание. И при этом во многом взаимодействуем не с реальным человеком, а с каким-то своим представлением, уже сформированным заранее. Это такая небольшая теоретическая предпосылка того, что мы будем делать. Мы еще обсудим тот опыт, который мы получим, потому что бештальт основан не на каких-то теоретизированиях, а на исследованиях, на экспериментах и на последующей ассимиляции того, что мы получим. Вот мы немножечко познакомились друг с другом. Тот, кто первый год готов, у него будет наибольший выбор. Он выбирает человека, который по какой-то причине привлек его внимание. Желательно, чтобы это был незнакомый человек. И дает ему некий образ, который с его точки зрения подходит этому человеку. Образ может быть из кинофильма, какого-то исторического персонажа, из какого-то мифа, легенды, сказки, мультфильма и так далее, литературный герой какой-то. И задача того человека, которому был дан этот образ, немножко в этом образе понаходиться и рассказать от имени этого персонажа, как ему вообще живется. Я такой-то, такой-то. А если он себя не чувствует таким? Все он не провезил, надо важно. А если он не знает, не видел этого фильма, что от него не знает тот персонаж? Ну, поэтому я вас прошу, желательно, чтобы это был какой-то узнаваемый персонаж. Но в крайнем случае, если все-таки именно это ложится, тогда тот, кто дает этот образ, он в двух-трех-десяти словах рассказывает, что это за персонаж, собственно говоря. Ну, можно дать какую-то характеристику ему. После этого, когда эта роль была сыграна, тот, кто играл эту роль, он выбирает следующего человека из оставшихся и дает ему свой образ. И тот, соответственно, играет. В конце концов, круг у нас заканчивается. И последний человек дает образ первому. Я готова, я выберу Андрей. А вот так. Андрей, ты Хаджан Асредин. Я Хаджан Асредин. Я не знаю, сколько мне лет, но, в общем, достаточно много. Есть такая штука. Ко мне приходят люди, и вот они. Вот. Они выстраиваются, и они сами понимают, чего они от меня хотят. И в этом, наверное, первая ценность. Во-вторых, заходящий человек не чувствует себя неудвиженным. Это я сказал. Но он приходит не за помощью. Он приходит, уже зная о себе о том, что он хочет получить. Мы беседуем. И я получаю это вместе с ним. Потом я могу эти делиться дальше и дальше. Читать про себя достаточно интересно. У кого есть вопросы, Хаджина Асредина? Где твой любимый Ишак? Сегодня, именно сегодня, мне нет любимого Ишака. Потому что сегодня он не нужен. И я не нужен ему. Это твой друг? А, это кто? Ишак. Или это твой слуга? То или другой. А что это? Это еще одно существование. И тогда мы встречаемся с ним. А ты его любишь? Да, я люблю его. Но мы встречаемся. А он тебя? Я не знаю, ничего. Откуда такая красивая тюмитейка? В высоту, высоко в горах. Чего маленькая птичка? Однажды, один пудрец, суфель, если угодно, отправился в эти горы. Зайдя на гору, он съел почти все, что брал с собой. Приносил последнюю. Ему нужно было как-то спуститься. И он спросил совета. У него, у природы, у чего угодно. Ему на голову. Все, аптечка. Такая у него была тюмитейка, которую он мне подарил. Любишь много рассказывать? В большей степени люблю слушать. Для того, чтобы слушать, я готов говорить. Ну, как хорошо. Такой замечательный Хаджар Среддин. Ну, если вопросов у нас больше нету, то Андрей выбирает себе следующего человека. Вадим, вы читали песни о Небелонгах? Нет, не читал. А Робина Гуда? Калборна или дерьма? Калборна или историю про Робина Гуда? Знаете? Историю про Робина Гуда знаю, а Небелонги слышал. Ну, пусть это будет. Мне два образа эти очень нравятся. Фас. Пусть это будет Монах Тук. Монах Тук. Я мужчина в самой свете силы, в меру упитанный. Ты так хороший. Ну, Монах Тук. По фильмам тоже был достаточно упитанный мужчина в самой свете сил. Так как я монах я, в общем-то, духовный человек. Ну, моя духовность отличается от арадоксальной духовности многих моих братьев у Христа. Она не мешает мне наслаждаться жизнью и выходить напрямую на контакт с ним. И одновременно моих друзей, вот эту всю банду приобщать тоже вечно. Что доставляет вам продажение? Жареное мясо, английский L, веселая песня. Тихое уединение. В общем, все подмонашески, да, мы так поможем? Все это я делаю во время Господа. И во славу. Сколько секрет вашего монастырского пива? Монахи, не жалейте, что-то не солода. Весело быть монахом? Ты веселая монаха? Ну, и лично я, да. Ты любишь жизнь? Да, обрабатываю. Ты любишь своих друзей? Я люблю своих друзей. У тебя много друзей? Меня, да, у меня много друзей. Они тебя любят? Думаю, что да. В камере иногда я чувствую, что они меня любят. У тебя есть что-то, о чем ты печалишься? Разные моменты бывают какие-то в жизни эпизодически, о чем я печалюсь, но оно, я попечалился и могу переходить и снова радоваться жизни. Оно не проходит каким-то лейтмотивом по всей моей жизни. То есть, если мне будет, то я печалюсь, если мне радоваться, но я радуюсь. Мне скучно, я скучаю. Ну, так, они не любят скучать. И когда бывает, что ты делаешь? Когда бывает, что мне скучно... Я скучаю. Хорошо, отлично. Ну, на самом деле, очень глубоко. Спасибо. Да, Наташа... Ты мне напоминаешь, не знаю, может из-за этой ленточки длинных волос и прически, принцессу из фильма когда-то было 31 июня. Ты смотрела? Да, она была принцесса. Мелисент. Да, Мелисент, я уже не мог вспомнить тебя. Я принцесса Мелисента. Я живу в двух мирах. Между ними разрываюсь. Потому что моя любовь живет в одном мире, а я живу в другом мире. Вот. И... Ну, счастье мне приносят только редкие эти встречи на пересечении этих времен. И пока, наверное, я не вижу выхода. То есть печальная моя судьбина. Вот так. Ну, надеюсь. Я живу надеждой на то, что все-таки есть какое-то волшебство, которое сможет соединить и тот, и этот мир. А как бы ты хотела больше? Чтобы ты жила в мире любимого? Или чтобы любимый... Да, я бы хотела жить в его мире. А что тебе мешает это сделать? Наверное, не знаю. Как туда попасть окончательно? Ты чувствуешь, что тебе что-то не пускает туда? Ты пробовала, делала попытки? Ну, думаю, да. Думаешь или уверена? Нет, не уверена. Не уверена. Не уверена. А как ты думаешь, кроме воссоединения с любимым, что тебе еще хорошего отдало бы этот мир? Ну, новый опыт, новую радость, какое-то познание. Радость в чем? Взаимодействие, творчество может быть в каком-то, потому что я люблю там, петь, танцевать. А в твоем мире мало творчества? Нет, ну, я же живу в замке, как бы, то есть оно и есть творчество, но в стенах замка мрачновато может быть. А ты закрыта в этом замке? Наверное, это моя добрая воля, потому что здесь мой отец. Ты скована ответственностью перед своим народом? Ну, я же никому, да. Может быть, побег в другой мир – это побег от ответственности перед народом, перед своей судьбой? Перед судьбой принцессы? Да. Монарка. Ну, я не думаю, что я должна унаследовать трон. Скорее, мой супруг должен унаследовать, но так как в другом времени получается накладка. Вот так. Я вижу белоснежку, я не забываю. Да. Я белоснежка. А живу не в том месте, в котором я должна жить. Я живу в лесу. У меня окружены друзья, которые заняты работой, у которых своя судьба. А я провожу свои дни, свое время. Я провожу с птичками. Я провожу с бабочками, с деревьями, с травой, с рюкой, с луком. Чего я жду? Я жду изменений. Я жду, что будет момент грусти, будет момент стояния, будет момент сна, после которого наступит новая жизнь, после которого будет семья и воссоединение с птичками. А как должно быть место, в котором я должна жить? Я сказала, что я живу в месте, в котором я должна выходить. Ну да, потому что я рождена в самке, я рождена соответственностью с ролью принцессы. Я забыла эти моменты, но я чувствую, что это мне подсказывает, что я должна жить в таком месте, из которого могу влиять на большое количество людей, могу изменять мир. Ну, изменять его лучше. Как тебе в лесу удается сохранять такое красивое платье королевское, в котором ты все время ходишь? Наверное, это все-таки голубые крови, которые мне текут, и привычки изради на детство, которые я не могу себе дать право искоренить и забыть полностью. Никакие невзгоды, никакая грязь не может спачкать тот образ. Белоснежкин, данный с вышесрождение. Какие чувства ты испытываешь к всемирным и гномам? Они мои друзья, и они заменяют мне на данный момент весь мир. Они заменяют для меня, дают мне общение. Они защищают меня. Я их очень люблю, как братья, как друзья. Если ты переедешь во дворец, ты будешь с ними продолжать поддерживать отношения? Я? Да. Но я не позволю вот этот их зеленый, светлый, сказочный мир. Я буду охранять от вдорожения других, особенно злых людей. Хочешь для ты, чтобы с тобой произошло приключение? Конечно. Я об этом мечтаю, я об этом говорю к ракетичкам, когда общаюсь. Меня зовут Артем. Я хочу помнить, что такое мечтать. Для того, чтобы понимать себя лучше. И лучше, и более четче видеть себя. Такой персонаж, сказка написана 100 лет назад, медаль исторская. Палиана. Здравствуйте, да? Вот я хочу. Свеоличка Палиана. Я Палиана. Я девочка, которая все лимоны, которые подбрасывают ей жизнь, превращает лимонад. Как тебе быть такой девочкой? Мне комфортно. Откуда ты силой берешь, чтобы справляться с этим всем? Реальность, все-таки она не такая радужная, да? Если любой лимон нужно превратить в лимонад, значит, она достаточно радужная. Но вот от куда силой? Ну, знаете, как поговорка, да, как вы расслабляетесь, я не напрягаюсь. Я не напрягаюсь. Зачем брать силы? Это как война с жизнью. Не надо с ней воевать, ее нужно любить. Ты всех любишь или ты, может, кого-то ненавидишь? Ну, нет, конечно, в жизни есть люди, которых нужно уметь от них абстрагироваться, как-то отодвигаться. Но таких людей очень мало. К этому нужно относиться просто как бы дождю. Пошел дождь, а потом взял, раскрыл зонтик, спрятался с дождем. А кто тебе научила эту жизнь? То есть ты не сама начала такая была? Нет. А зачем столько лимонада? Много же получается. А я делюсь тройками людьми. Потоковое производство. Жизнь не лимонный. Я делаю лимонад, а потом, когда лимонада очень много для меня, тогда делюсь. Бесплатно. Бесплатно? Да. Тебе жизнь тоже бесплатно лимонный дает? Да. Она меня учит. Я выбираю роман. Для меня он ассоциируется с определенным собирательным образом бойца. Ну вот, Кастанин, ты читал? Да. Ну, воин. Ну, стой воин. Я воин, и я это делаю, потому что так нужно. И я знаю, что это нужно, и поэтому это делаю. Я стал воином не потому, что я родился, а потому, что я хочу им быть. Потому что я сам лично выбрал это. И, по большому счету, все равно ради хороших или плохих интересов ты это делаешь. Главное, что это твой личный выбор, за что ты борешься. Есть такие же, как ты, и с ними очень интересно взаимодействовать, с ними интересно общаться методом войны, силы, того, что я умею. Это увлекательно, это не проявление зла, это не проявление неуважения к другому или желания его уничтожить. Это просто такая игра тем инструментами, которыми мы умеем это делать. Внутри я нежный и чувственный. У меня есть большой запрос чувств, без которых я бы не был хорошим воином. Если бы я был грубым и не понимающим, я бы был плохим воином. Я буду там, где я нужен. А что приносит тебе радость? Мне приносит радость и осознание того, что я ради чего-то полезен. То есть я существую не просто так, не ради себя, а ради определенной идеи, за которой я борюсь. А что это за интереса, ради которой ты борешься? Правда у каждого своя. Какая твоя правда? Правда в том, что все люди имеют цель определенную. Если помогать ее выполнять, если способствовать тому, чтобы эта цель приходила в жизнь, осуществлялась, воплощалась, то это хорошо. Какая твоя цель? Ты ощущаешь себя перчаткой на руке Господа Бабы? Очень слабо. То есть путь воина, на него очень сложно оставать. И на нем сложно скоординироваться. То есть слабо практически. Безинец. Безинец. Тебе нравится побеждать? Там больше, чем проигрывается. Получается? Получается. Встречился бы без смерти. Ну если бы встретился, то я бы здесь не сидел. Ну, я бы об этом не говорил. Но она всегда близка. Кажется, что... А если бы это потеря? Да. Смерть не это, потери были? Да. Мне кажется, они страшнее, чем смерть. Страшнее? Ты их чувствуешь долго. А смерть, она просто наступает так в одном моменте, и все. Что помогает тебе подробнее состояние? Создаемое сожалению. Понимание, что нужно идти дальше. Стоит на степень. Что нужно больше. Когда ты снимаешь доспехи свои, там откладываешь оружие, что ты делаешь? Практически ничего. У меня нет планов в таком состоянии. Что такое твои доспехи и оружие? Просто, не знаю, знание. Может быть, какое-то мировоззрение. Если бы в твоей жизни не было оружия и доспехов, она была бы пустой? Ну и для меня она была бы неполной. А как ты относишься к лозуну? Вы занимаетесь любовью местом? Мы готовы. И если войны нет, и воевать не за что, то можно. Покажи свой фирмен. Так. Вы можете быть не только такой, как вы сейчас. У вас есть очень много возможностей быть любым человеком, которым вы захотите. Потому что вы, ваша личность, это роль, в которую вы искренне верите. А ролей может быть очень много. Вы можете быть абсолютно любым человеком. Вы можете быть лучше Эйнштейна, вы можете быть лучше бизнесного музыканта. Просто если захотите и будете отдаваться вдохновению и процессу создавания чего-то хорошего, вы станете кем угодно. То есть тот, кто вы есть сейчас, это только текущее состояние. Вы станете кем угодно, если кем-то захотите быть. У вас есть все. Пораживать в самом сердце. Твоя задача дать некий образ Дмитрию, который ассоциируется тебя с ним. Ты кролик, который любит работать. Он в делах есть игру. Я кролик. Я люблю работать везде. Я очень люблю игровку. Я белый и пушистый. Меня все любят, хотят повладить. Как вы относитесь к людям, которые хотят вас повладить? Если их слишком много, то они нас напрягают. А что вы больше любите? Работать или когда вас повладают? Когда это самичек. А что за работа такая? Ну, кролика только одна работает. Делать кроликов. Где находится стратегический запас морков? Вот. Я бы тоже хотел знать, где он находится. То есть морковка не бежит, да? Оплата не всегда достойна труда. Как вы отреагируете, если вы посеяли морковку, а вы росла капуста? Капуста это тоже хорошо. Хотя морковка была бы лучше. Она принимает то, что тебе жизнь дает. Образ паспарту. Путешествие на Круп Света за 80 дней. Помощник Вилли Флога. Он очень находчивый, всегда на всяких сложных ситуациях находил выход. Он очень хозяйственный, предсмотрительный, продуманный, наверное, человеком, или не человеком, персонажем веселый, жизнерадостный и никогда не удавающий. Я паспарту. Я веселый, находчивый, никогда не унывающий. Нахожу выход из любой ситуации. Ничто не может меня заставить в тупике. Если нахожусь в этом тупике, то я нахожусь в нем и никуда не стремлюсь. И выход сам собой получается. Я люблю жизнь. Я люблю путешествовать. Я люблю видеть новых людей, попадать в новую ситуацию. И все это для того, чтобы проявилось мое главное качество – находчивость, предприимчивость и практичность. Если бы я жил обычной такой рядовой жизнью, то бы я умер со скуки. И поэтому я стремлюсь там, где есть приключения, где есть много новостей, где есть много всяких разных людей, с которыми я то дружу, то сражаюсь. Вот такой вот я. К сожалению, у нас что-то мало времени. Тот образ, который мы давали другому человеку, мы примеряем на себя. То есть мы говорим от времени этого человека. Кто был первый? Я сказала, что Андрей Хаджана Средим. Теперь я Хаджана Средим. Это еще раз говорит о том, что все в жизни возвращаются в эмирангах. Я Хаджана Средим. Я больше нахожусь, ну, более уютно я себя чувствую, когда я нахожусь в размышлении, в состоянии размышления, чем тогда, когда я общаюсь с другими людьми. Хотя этого тоже в моей жизни достаточно. Я философски отношусь к жизни. И в принципе, меня все в ней устраивает. Мне мы нахтуку. И нравится то, что со мной происходит. Я живу сегодняшним днем и не думаю о том, что будет завтра. Люблю своих пчел, мед, эль, людей, которые возникают вокруг. А еще, еще, люблю путешествовать. У меня есть моя любимая трость, с которыми прошло уже не один десяток миль, а по моей любимой Англии. Я принцесса Мелисенка. Очень романтичная. Я считаю, что любовь это главное в жизни. Я наконец встретила своего любимого. У меня есть выбор. Это сложный выбор. А мне все ради своего любимого. Я живу в лесу. Хотя у меня здесь есть друзья и тех, кто меня любит, и кого я люблю. Но все равно я себя чувствую здесь, как в засаде. Какой-то в ожидании чудес. Уже надоело как бы в бездействии сидеть одно и то же каждый день. И я хочу предпринять какие-то меры и изменить ход сказки по своему смотрению. Да, я та самая девочка, которая умеет играть в лучшую игру в мире. Находить в той же самой ужасной ситуации, в той же самой страшной ситуации, находить что-то хорошее. И делиться этим с людьми. Я обещаю этой игре всех, кто вокруг меня. И когда совсем плохо мне, когда я перестаю даже верить сама в свою игру, приходят люди, которые поверили в мою игру, которые играют в нее до сих пор. И играют в эту игру со мной. Я бою. Ну, самая большая битва или битва всей моей жизни, это скорее брыба с чем-то внутри себя. То есть, когда я становлюсь лучше или когда какие-то вещи, которые были внутри меня и мешали мне идти вперед, я их побеждаю. Тогда я чувствую удовольствие от этой брыбы, радость от того, что я победитель. Я не агрессивна. То есть, по отношению к людям достаточно позитивно настроенный человек, хотя я называюсь луна. Я кролик. Я живу вот в этом дереве, в дырочках. Я сделал там дырочку, в дереве, не в земле, потому что там безопаснее жить. Много очень работаю. Занимаюсь поставками морковки для всего леса. В нашей компании три человека. У меня есть галстук коричневый, с полосочками. У меня карандашик за ухом. Я белый, и у меня чуть-чуть серьезный вид. У меня такие глаза чуть серьезные. Но, в принципе, я добрый. Вот. Хотя я и много работаю. Люблю быть дома по утрам. Вечерами я прогулюсь. Днем, соответственно, занимаюсь делами. Квартирка у меня простая, лаконичная, чтобы ничего не мешало и не отвлекало. Я больше ни о чем не думаю. Я по спорттуру. Я люблю путешествовать, люблю видеть новые места. Я никогда не отчаиваюсь. Я найду выход из любой сложной ситуации. Сложная ситуация – это не проблема, это возможность как-то проявить по-новому свои таланты и способности. У меня веселая жизнь. Я постоянно вижу новых людей. Учусь у них чему-то, учу их. Мне нравится на жизнь. Мы закончили полный цикл. Мы будем обсуждать полученный опыт. Каждый из нас здесь по очереди выскажется, каково ему было в этих обоих ролях. Как он чувствовал, какое ему было более комфортно, в чем отличие или в чем что-то общее. Как соотносится то, что вы испытывали или то, что вы говорили, с вашей жизнью? Все, что приходит в голову. Мне комфортнее всего было, конечно, на роли поляны. Я очень удивилась. Я была очень рада, когда Света сказала, что я поляна. Потому что вот это мне подходит вообще на 100%. Мне очень комфортно и о роли воина тоже. Потому что то, чем приходится заниматься мне в жизни, не так построила голову, то, чем я занимаюсь жизнью, моя работа, она связана и с вот этими определенными способностями. То есть вести за собой группу, то есть каким-то образом управлять этой командой, достигать этих целей, сделать так, чтобы люди эти цели и свои цели, и общие цели достигали под моим руководством. Поэтому роль воина тоже мне комфортна. Роль Хаджина Средина – это то, чем я занимаюсь, когда я отдыхаю. Когда я говорила об этих ролях, я свой опыт через эти слова выражала. В жизни удается быть поляной? Да. Я не знаю, это или три, или четыре роли. Во-первых, это две, которые зацепились вокруг меня. Особенно мне понравилось, поэтому при мне сегодня роль Хаджина Средина. Это очень... Здесь, скорее всего, все, что я говорил, все равно мое. По-другому-то и быть не могло. Но оно... Я себя такого не знаю, и мне очень понравилось. Это очень эмоционировали две роли. Это умина и кролика. Но не воина, может быть, на столько лет. Потому что я как-то пытался ее прожить. И когда читал еще что-то... Кролик такой нервный, он такой эмоциональный, такой простой. Пожалуй, в него можно было поместить больше всего своего. Для меня. Но это не твои роли были? Не мы. А какая твоя вторая роль была? Тук. А как тебе было? Туком хоть? А я такой. Это мое, да. Комфортно. Даже я бы сказал, как-то так вот на своем месте, спокойно. Тебе хотелось бы что-то из роли воина или кролика? Из роли. Хочу. И именно в первую очередь. Потому что она... И ее еще и прожил на себе. А эти роли вызывали у меня такую очень сильную, не знаю, эмоциональную связь, реакцию. То есть, я не знаю, какой из ролей, ну, скорее всего, как и ко всем. Правда? У меня как-то так вот. Вот. Они вызвали у меня очень сильную реакцию, потому что они были настолько общими, что я в них поместил много своих. В Хаджи, на середине и в Туке не удалось поместить себя всего самого. Почему? Скажем. Ты хочешь услышать, где больше, где меньше? Я услышал то, что у тебя в этих двух ролях не удалось поместить то, что ты увидела в «Кролике» и в «Войне». Да, там очень много интересных. Да, то есть, в этих ролях я могу экспериментировать. То есть, про те роли, которые случились со мной, я что-то знаю. А с этими двумя я пока ничего не знаю и могу, и, пожалуй, хочу экспериментировать. Мне нравится роль, в которой я был назначен на Хаджи. Попонирует такой жизнерадостность. В принципе, оно часто бывает мое, и, по крайней мере, внешнее. Оно почти всегда проявляется как мое. С моей вот такой фигурой такой хорошей. Так это с любовью вкусно поесть, сладко попить. Так это и вообще радоваться жизни. Это все мое. И я очень комфортно себя чувствовал в своей, собственно, роли. И в то же время еще вот то, что он монах, это как-то все-таки связан со своим пониманием как-то с высшей силой. Я тоже, в общем-то, близко. Мне тоже хочется найти свой путь к Богу. Такой, который будет устраивать и меня, и его. И неужели, вот, была вот эта роль Мелисценты, которая, наверное, еще больше мне, в общем-то, как-то на будущее подошла. Лицензия роли Мелисценты для меня это состояние выбора и готовность, ну, действительно сделать выбор, пожертвовать всем и ради чего-то в главном жизни. Еще более важное, наверное, для меня, в фестивале, у меня начали приходить эти мысли о каком-то выборе, смене, какой-то развивке. Так, потому что у меня, ну, лет 10, так, по накатанной жизни идет, идет, идет. Я все привычно, все хорошо, все радостно, сыто, ну, наверное, какого-то вот смыслообразующее что-то вот в роли Мелисценты есть, что вот эта любовь-то, смысл моей жизни, я готова своим смыслом вот все оставить, пойти туда. Сразу меня зацепило, во-первых, я очень часто пою песню из этого фильма, вот, именно, которую пела Принцесса. И ситуация напрямую, ну, напрямую связана с реальной моей жизнью, то есть тоже стопроцентное попадание, скажем так. Для себя, что интересно, один момент, то, что, ну, роль отца всплыла, как бы я никогда не принимала значения, ну, и в фильме тоже. И теперь, когда я увидела, ну, что это замок, там, почему она не может, как бы, оторваться, покуда. И когда Володя говорил мне эту роль, и до конца, когда я ее проговаривала, я так и не смогла вспомнить, чем закончился фильм. То есть я сидела и думала, а какой же она выбор сделала, я не смогла вспомнить, пока Володя, уже будущий в роли Мелисанте, не сказал, что он сделал выбор. И когда он сделал выбор, тогда я вспомнила концовку, явно уже в картинках. Такая история. Ну, а Белоснежка, мне кажется, это уже одно, скажу только, что это накопленный потенциал действия, просто все. Вот, что. Спасибо. Ну, вначале, когда я слышала роль Белоснежки, я, ну, не то чтобы смутилась, мне стало немножко, ну, мне не очень понравилось, потому что для меня всегда эта сказка, это такой образ инфантильный, абсолютно барышний, маленький. Вот, а потом я поняла, что, а здесь я себя вот как-то так и чувствовала, как Белоснежка, ну, во время проживания угнала, вот, лес, ну, пение птиц, просто сумасшедшее по утра на рассвете, которое я слышу, просыпаясь. Вот эти, ну, которые все с себя смахивают гусеницы, мало кто думает о том, что это, ну, бабочки будущие, будущие бабочки, которые я люблю вот наблюдать, как они на своих паутинках колышутся. Вот, вот, как-то вот сейчас, да, действительно, как-то в таком состоянии Белоснежки, в таком попадании есть. Полиана тоже для меня такой образ, которым я живу, наверное, уже добрые десятки лет, может, и больше, и фильм-то, и сказку, о сказке я узнала полгода назад, я поняла, что я так, собственно, и живу уже много лет довольно, и, ну, я не всегда могу, ну, мне жаль, что я не всегда могу, не всех я людей могу научить этой игре. Перед некоторыми людьми я отступаю, ну, к сожалению, мне бы хотелось обрести такое умение, чтобы, ну, проникать в людей настолько, ну, вдохновлять людей настолько, чтобы действительно это приносило свет в этот мир. Мне понравилась роль монаха Тукаш, да, человек, который философски смотрит на мир, по-своему, как-то живёт. Но это не твоя роль. А твоя роль? Моя роль? Ммм, вот, состояние кролика спокойно было, но как-то так, чего-то нет, то есть, всё как-то плоско. Как будто ты просто что-то делаешь, не выбираешь ничего. Состояние воли, ну, да, это глубоко, достаточно. То есть, в интересном свете посмотрел исполнение его, то есть, ну, тоже на себе. А в твоей жизни кролик присутствует? Присутствовал. То есть, знакомая роль, но она в прошлом, сейчас ближе к роль воли. Да. И роль монаха как-то соотносится с тобой, с твоей жизнью? Да. Ну, монаха – это в настоящем, в будущем, в прошлом. Со всем периодом. В прошлом. Ну, в настоящем. Просто монах – это тот, кто выбирает, как ему жить сам. По-моему, он тоже был воинер. Монах мог палкой, это всё же. Роль кролика, просто у меня дома живут два кролика. Довольно точное было попадание, потому что так примерно всё и происходит. Много работаем, не всегда достаются сладкие морковки. И, в принципе, я чувствовал себя как бы в своих периодах. То есть, это то, что соответствует реальности. Роль по спорту – это, наверное, то, что больше, чего хотелось бы. Это не всегда так получается и всегда так бывает. Но мне тоже было комфортно. И довольно хорошее ощущение. Вспомните, зачем вы сюда пришли, с чем хотели уйти. И расскажите, получили ли вы это. Если получили то, что. Напомните, если может быть что-то другое. Может быть, именно то, что вы хотели. Но как-то об этом течёт. Может, опыт какой-то, может, какое-то осознание. Может, настроение. Ну, не знаю. Всё, что в голову приходит. Ропарайтесь при этом на то, что мы вначале говорили. С чем вы хотели абсолютно уйти. Ну, я вообще ошибся, когда говорил, что я уйду отсюда только шариком. Я не только шариком ухожу. То есть, мне очень понравилось то, что здесь происходило. Я вспомнил, что я психолог, обязательно по своей работе. Мне стало более понятно. Как-то, ну, вот то, что где-то там витало, но как-то вот это, то, что относительно выбора, я говорил, ну, оно обрело, было сказано, скажем так. Оно уже было сказано. То, что пока что было в голове, и как-то тут не до конца ещё... Кроме мере, вслух я об этом ещё не говорил, потому что сейчас я уже сказал. Вот это для меня очень важно. Вот я из этой работы вынес для себя, какого-то, не знаю, важного. Одно, но заключение для меня оказалось очень важным. Во-первых, то, что я не хочу всё знать, я хочу быть в процессе познавания. Я как раз отдачусь из того, что я был в ролях, как взял, так и роль, которая для меня связана с тем, что, ну, каким-то опытом, то есть с человеком, который что-то прошел, что-то понимает. Я так не хочу. Я хочу быть в процессе. Вот, и... Да, это вот очень как раз таки про меня, и спасибо. Спасибо, у Круги вообще. Это для меня ценно. Я пришла с тем, что за певцера собраться перед камерой. Мне очень интересно увидеть ролик, я надеюсь, что выложим это у вас на сайте. Понаблюдать движение глаз, просто со стороны. Ну, у меня не было, когда я говорила, у меня не было этих затыков, которые обычно выхода на хихи. Ну, и почему я ровно? На самом деле, когда погружаешься, то, что я для себя нанесла, когда погружаешься в процесс, и в том числе у других людей, когда слушаешь, слушание других помогает больше погрузиться в процесс, и более естественно проявлять себя, и уже факт наличия камеры отходит на какой-то десятый план. С усилием запрос дала на взаимодействие, чтобы получить опыт. Я его на сто процентов получила. Вот, очень интересный опыт. Мало что с группой, то вот лично с Володей мне понравилось взаимодействие. То есть он дал очень правильный какой-то для меня лично полезный образ, и сам уже еще и ответ сказал. То есть, образная связь такая, что взаимодействие не только как процесс, а оно дает реальные ответы, плоды и так далее. Вселенная нам пришлет через взаимодействие с другими. Им приятно было. Спасибо группе. Спасибо, что ты играешь в своей работе. Это очень полезно. Это развивает. Это дает узнать новый внутренний мир в голове человека. Потому что в простом общении это, в принципе, не узнать, ну, не увидеть так. Почему-то так выходит, не могу сказать почему, что общение просто с любым человеком в голове, оно как-то очень поверхностное. То есть оно не затрагивает внутренний мир человека и то, как он там относится вообще к мире. То есть непонятно. Видно только там какие-то такие вещи поверхностные, поверхностные, в чём вы сталкиваетесь. Каждый из вас показал. Роза в дороге может быть одна, да? Ну, каждый человек по своему виду. Удалось ли тебе что-то узнать о себе? Да. Да. Более чётко теперь кое-что о себе понимать. Ты можешь сказать об этом, Арсёв? Ну, вот насчёт состояния спокойного, неспокойного, то есть когда ты просто что-то делаешь. Ну, если ты кролик, и тебе этого достаточно, то всё хорошо. Но если ты кролик, который работает, а потом у тебя появляется какая-то мысль или идея, которая тебя куда-то зовёт, в какое-то другое место, то есть тебе нужно решать, что ты с этим будешь делать. Пойдёшь или не пойдёшь. Будешь что-то делать, там, какие-то доспехи или нет. Я сюда пришла, чтобы вы поняли, что это терапия. Я могу сказать, что я ухожу с каким-то там знанием полным, да? Потому что это такое. Мне очень понравились две вещи. Первая вещь – это то, что каждый из нас интуитивно выбрал себе партнёра и выдал ему роль или назвал персонажа, с которым внутренне сам гармонирует, то есть вот резонирует, какой-то резонанс получился. Потому что пошла как-то обратная связь с тобой кругом. И люди, когда примеряли на себя те роли, которые они подавали другим, они говорили, что эти роли, он тоже где-то сопричастны с термиральным веонем, тоже подходит. Это удивило. И очень удивила тёплая обстановка, которая была, когда все играли. И каждый человек стал намного понятнее и ближе, чем тогда, когда мы заходили в эту комнату. Спасибо, курорт у нас закончился. что вы пришли, что вы что-то получили. И я получил большое удовольствие. А это и была моя цель. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...